Здравствуйте, товарищ! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кип-поп. Иногда я реагирую на музыкальные шоу, а конкретно я выпускаю обзоры на них, свои впечатления, можно сказать. Сейчас все еще идет шоу My Teenage Girl, у которого очень забавно, напомню, концепт. Там четыре класса. Первый, второй, третий, четвертый. В первом вообще мелкие девчонки, в четвертом уже как-то возрослее. Ну, второй, третий, понятно, это между ними. Сюрприз! Вот, и в итоге должна получиться группа из семи человек. Там есть странности в этой концепции, я обязательно про нее расскажу. Во-первых, не удивляйте, что я буду периодически подглядывать в шпаргалочку, потому что, ну, без нее сложно. Все-таки шестое, седьмое особенные эпизоды мне вообще пришлось вспоминать, потому что они были достаточно давно. Восьмое я посмотрел вчера, технически уже позавчера. Девятое я посмотрел сегодня, хотя технически, наверное, вчера. Вот, и, в общем, вот мои впечатления. Значит, в шестом эпизоде заканчивались, заканчивался концепт под названием «Красивые, талантливые, компетентные». «Красивые, компетентные, талантливые». Мне до сих пор веселись, что девчонки так, девчонок, точнее, заставили себя так разделять. Суть, напомню, была в том, что брали какой-то, например, один класс. Сражались, точнее, какие-то классы, да, например, второй с третьим. То есть, там так это было. И берут несколько девчонок из второго, берут несколько девчонок из третьего. Их, соответственно, соединяют в одну группу. И потом они поют одну песню вместе все, на удивление. А потом, соответственно, между ними уже выбирают, кто победил, кто не победил. Типа того. Соответственно, исполняли группу, как раз второй и третий класс, Red Flavor от Red Dead. И я должен сказать, что у меня концепция, когда изначально одной группе дает предпочтение, она немножко раздражает. Потому что, ну, это везде, на самом деле, почти во всех шоу такое есть. То есть, вместо того, чтобы взять, например, линии в песне как-то более-менее распределить равномерно, они, например, выделяют некий самый важный акцент. Это, например, припев или хук или еще что-то, да. Они тут называются Hard Flattering или Flattering Part. Я не помню, как так. И, соответственно, на стадии еще тренировок, репетиций говорят, вот этой группе это достанется. Ну, этому классу, точнее. Этому классу достанется именно эта часть. И получается, что у них после выступления, а потом идут, соответственно, оценки уже от местных присутствующих зрителей, этому классу, ну, некоторый, как бы, не знаю, бонус дается, причем местами заметный. Да, не всегда этот класс потом выигрывает, но, тем не менее, все-таки бонус имеется. Это не очень правильно, на мой взгляд. Все-таки нужно более-менее равномерно распределять. Мало ли, что вы там решили, мало ли, как девчонки выступили на тестах, на репетициях, они потом могут выступить, например, гораздо хуже или, наоборот, гораздо лучше. Почему бы и нет. Так что мне эта идея не очень нравится. Ну, ладно, бог-то с ней. Вот, значит, да, Red Velvet, песня Red Flavor, все хорошо, ну, или не все хорошо, но, тем не менее. И, в общем-то, в принципе, да, там сначала объявили результат двух девчонок всегда, потому что там сравнивают девчонок буквально вот первая, вторая, третья, четвертая, к примеру, первая, вторая, третья, четвертая, там, может быть, пятая. И вот первая с первой сравнивается и считается количество очков. Вот, и в итоге суммарно второй класс выиграл по всем, вот, во всей этой битве суммарной он выиграл и 1112 очков против 1109. Вот, соответственно, там из третьего класса одну девочку выпили, на самом деле, да. Ну, потому что там каждое такое соревнование заканчивается обычно тем, что выгоняют девчонку из какого-то, из прогрошок класса, точнее. Вот, потом, соответственно, там битва за первое место между третьим и четвертым, как раз, стоп, между первым и четвертым классом, все правильно. Из них там, конечно, странные иногда сочетания были, когда совсем мелкие девчонки и уже взрослые девчонки, но, тем не менее, даже забавно. Там, значит, были сначала красивые, и они исполнили Левиан Рос, песню от Ice One. В общем-то, песня в Ice One не самая плохая, даже и неплохая, я бы так сказал, даже нормальная вполне себе. У них после этого вышла гораздо-гораздо более плохие песни, честно скажу. И только одна по-настоящему крутая, на мой взгляд, разумеется. И там грамотно распределили роли, там на задний план, особенно четвертый класс, они на задний план отодвинули тех девчонок, которые не сильно хорошо попадут, конкретно одну, которая у них самая красивая считается. Вот, ее отодвинули немножечко, и нормально, и все хорошо. И в итоге победил четвертый класс, хотя, причем вот центр изначально достался, вот та самая, та самая центральная часть досталась первому классу. Ну, четвертый класс был реально сильнее в этой песне. Неудивительно, эта песня такая вся себе нежно-сексуальная, какая-то такая, нежно-нелашная, она действительно больше подходит взрослым девочкам, чем мелким совершенно девчулям. Вот, потом были компетентные, и тут опять проявилась вот эта вот странность, в случае в выборе песни, то есть выбрали песню CL Hello Beaches. Ну, отстаиваемые чувства об этой песне, да, мне она не сильно нравится, но бога ради, как бы, ну, не для меня писано, как говорится. У CL, мне кажется, есть гораздо более хорошие песни. Ну, это песня, которая Hello Beaches, и Beaches, по идее, должны петь девчонки, которым некоторым там по 12 лет, там по 13 и так далее. Это ненормально, абсолютно. Но, поскольку это ненормально, они берут, и Beaches меняют на Ladies. Но если вы меняете Beaches на Ladies, нафига вообще эту песню взяли изначально? По-моему, это бредительно полно, и такое ни первый, ни последний раз случается. Я-то вообще не понимаю. Окей, хорошо. Вот, там, соответственно, победил снова опять четвертый класс в этом соревновании тоже, что, в принципе, неудивительно, опять же. Еще с таким концептом, агрессивным, вот. На этот момент разница там была, на самом деле, 20 очков, вот. И потом были талантливые, исполняли. И это была очень клевая песня Hiona, I'm not cool. Прям хорошо, бодро у всех получилось, занимательно, зажигательно. Победили в этот момент мелкие, я их так называю, да, первый класс, первоклассницы. И, в общем-то, они суммарно победили, они такие этих обошли. Вот, и, соответственно, по-моему, насколько я помню, из четвертого класса выбрали тоже еще одну девочку. Жалко, но, тем не менее. Вот, потом был седьмой эпизод. В седьмом эпизоде решили провести онлайн-голосование. Ну, то есть, показать просто, кто на каком месте. Провели, показали, первое место заняла Чивон. В принципе, заслуженно. Девочка очень талантливая, красивая, поет хорошо, танцует замечательно. Прям вообще супер. И она завоевала, наконец-то, место в топе для четвертого класса. Вот, потому что до четвертого класса до этого места в топе не было. Напомню концепцию. Это вошел 7 мест. Сначала идет распределение мест по классам. То есть, грубо говоря, первому классу достается столько-то мест, второму столько-то мест, третьему столько-то мест, четвертому столько-то мест. Я изначально считал, что концепция так себе, потому что теоретически, например, какому-то из классов могло не достаться вообще никакого места. И на кой что-то тогда брали эти девчонок, не очень понятно. В принципе, их звали. Но там это решилось не очень, по-моему, правильным способом. Ну да ладно, продолжим. Или, например, было бы яростное количество одного класса, остальные по чуть-чуть. Тоже было бы странно. Вот. В общем, некоторые девчонки там втопили. Например, та самая девочка... Ну, хотя ладно, про нее потом поговорю. Одна девчонка там передвинулась на 17-е. Я так и не понял, почему. Ну, в принципе, потом у меня идеи появились. Вот. Значит, потом они объявили соревнование коллаб. То есть, классы объединялись. Первый класс объединился вторым, третий объединился четвертым. То есть, вот тут я их как раз уже называл мелкие и взрослые. Ну, извините, да, как бы это без обиды мелким девчонкам. Они действительно мелкие. Они должны радоваться, что они мелкие. Когда я был мелким, я тоже очень радовался. Когда я был 12 лет, 13, 14, я был рад, что я мелкий, а еще не взрослый. Теперь взрослые, я там тоже рад, но не так, как когда я был мелким. Вот. И, значит, там, соответственно, они выбрали 4 категории. По-моему, 4, да, 4, все правильно. Вокал, танцы, рэпчик и универсал. В вокале, танце и рэпчике там несколько девчонок участвовали. А универсалы выбрали из каждого, из каждой группы выбрали по одному человеку. И универсалы соревновались. Значит, сначала там был вокал взрослых, была песня «Тэйон Ай». Я эту песню не очень люблю. Она красивая, там Тэйон замечательно поет. Вот, и клип у него хороший, насколько я помню. Но вот в отрыве от клипа, кстати, песня, на мой взгляд, воспринимается гораздо хуже. И мне она показалась сильно скучнее, чем эта самая. Но там, например, чего он очень-очень хорошо спела, прям замечательно. А вот другая девочка прям пару раз кукарекнула от души. То есть я такой сразу подумал, что, наверное, у взрослых шансов победить не очень много. Вот, и после этого, в общем, вышли мелкие. И мелкие спели, как называется, «Дикалкамани», да. «Дикалкамани» песня, во-первых, неплохая, даже, я бы сказал, хорошая. Вот, но они еще и замечательно спели. Лучше всех было «Боин». «Боин», собственно говоря, я вообще заприметил уже достаточно давно. «Боин», у нее, мне кажется, больше всех шансов войти в группу финальную. Объясню, почему. Потому что, мне кажется, опять же, судя по голосованию, дальше потом подтвердится, судя по голосованию, все-таки зрители предпочитают голосовать за красивых девочек и таких типа зрелых, которые могут подойти не просто там мелкий концерт, а какой-то там взрослый или полвзрослый, или хотя бы что-то такое. То есть, например, за, господи, как ее, Субин, по-моему, если ничего не путаю. Ну, вроде она, но, простите, да, Субин, все правильно. Субин, та смешная, очень клевая девчонка. Я почти уверен, что она не попадет, потому что она в ее группу совершенно не вписывается. Я вообще начал считать, что, конечно, было бы хорошо, если бы они сделали группу более-менее взрослой, сделали группу более-менее маленьких девочек. Тогда у них были бы, ну, соответствующие песни. Они могли бы не использовать абсолютно, ну, не так привез, не использовать сексуальный концепт, а для взрослых могли использовать секси-концепт или какой-нибудь там зрелый концепт, типа того. Для мелких это не работает по понятной причине. Так вот, Бо Ин, она из самих маленьких девчонок, а ей, блин, 13 лет на самом деле. Вот. Она выглядит наиболее зрело. То есть она макияж использует, она себя ведет соответствующе. То есть я почти уверен, что за нее активно голосуют люди. Да я бы, наверное, тоже голосовал. Не только потому, что, ну, я бы голосовал за счет того, как она замечательно поэтно танцует и себя держит, в принципе, на сцене. Но большинство случаев за нее голосуют, потому что она тупо красивая. И она максимально похожа из мелких девчонок на красивую девушку. А про то, что ей 13 лет, про это люди, видимо, стараются не думать. То есть она, у нее такой абсолютно недетский шарм. И я не очень понимаю, к этому относиться, честно говоря. То есть я всегда был против, когда брали, берут маленьких девочек, совсем маленькие девочки. Из них делают таких куколок, знаете, как бы. Мне это не сильно нравится, это выглядит обычно отвратительно. Но поскольку ей все-таки уже почти 14, я, по-моему, Ферролей исполнил 14 лет, то это уже вроде как лучше. Но это все равно не совсем то. Непонятно, что чувствовать, когда она стоит на сцене и выполняет, делает движения, которые не то чтобы сексуальные, но что-то типа того. То есть сидишь такой со сложным лицом и думаешь, и что я сейчас должен испытывать? Ну, то есть, в принципе, вот создатель ушел, от меня ждут чего. Прям вообще абсолютно непонятно, но вот она все равно выглядит мелкой девчонкой. Вот маленькой девочкой. У нее, простите, такая еще припухость легкая детская имеется. Причем местами даже не легкая. То есть она вот такая очень миленькая, красивенькая. Но она вот такая вот вся какая-то, такой ребенок. И потом как вырядится, как ее вырядят, как она начинает двигаться, как она в конце там типа подмигивает. И такой типа окей, хорошо. В общем, я не удивлен, что за нее корейцы голосуют яростно, потому что, ну, что поделать. Вот. В общем, мелкие там взрослых разорвали просто. Они выиграли 830. Там было, они тоже, опять же, при голосовании очень странный момент, когда берут количество человек, которые присутствуют среди голосующих, говорят один голос, по-моему, значит 10 очков. Почему просто голоса не посчитать? То есть в итоге мелкие выиграли 830 на 170. То есть такой прям, ух, запал взяли, задел взяли, скажем так. Вот, дальше была танцевальная концепция. Значит, сначала выступили взрослые, и взрослых была песня Little Mix Power. Мне эта песня, честно говоря, подзаколебала. Ее постоянно пихают в женские какие-то выступления или в женские шоу, когда хотят показать. Смотрите, мы крутые. I got the power почему-то. Это лучше, чем вот та чепуха, про которую я рассказывал, которую меня яростно бомбило. Господи. Girls Power, Power Girls. Я не помню, как это дырянь называется. Абсолютно безмузыкально. Здесь хотя бы есть музыка, здесь есть какой-никакой текст. Там Beyoncé, по-моему, была. Так что просто песню я столько заслушал, и она опять такая американская. Да у чертиков просто. Я не понимаю, зачем это в кей-поп тащить. Ну, особенно музыкальное шоу. Ну, возьмите вы хотя бы столько песен, которые показывают, какие девчонки крутые, там у тех жица, еще кого-то. Нет, блин, нужно взять Little Mix зачем-то. Тем не менее, девчонки исполнили, станцевали так замечательно, что я о том, что мне эта песня не сильно нравится, абсолютно забыл. Они прям были красотки все абсолютно. И взрослые, к тому же, на них было проще в этом смысле смотреть. Вот. Мелкие исполнили NCT Dream Hot Sauce. Было неплохо, на самом деле, но просто у взрослых реально было мощнее. У них было мощнее выступление, у них они были более уверены, более, извините, привлекательные. Сексуально, по понятным причинам. Слава богу, что по понятным причинам. Вот. Поэтому они в этот раз выиграли 810 на 190. То есть, как бы сократили разрыв до, там, ну, сколько у нас? До 20, до 40 очков, по-моему. 80. Да, за 40 очков все правильно. Вот. После этого был рэпчик. Седьмой эпизод закончился, извините. Потом начался восьмой эпизод. В восьмом эпизоде был рэпчик. Там, соответственно, была у взрослых Майк Дроп песня от BTS. Как я люблю старый BTS. А у младших была 5 песня. Бис, бич, босс. Я постоянно почему-то пытаюсь сказать бис ботч. Я не понимаю, почему что-то у меня с языком случается, когда я пытаюсь название этой песни произнести. Босс бич или бич босс. Я не помню, как это. Дрянь называется. Мне она кардиорически не нравится. У нее тупейший текст. У нее абсолютно репетитивная, повторяющаяся музыка. Она не музыкальная. Это просто вот то, что я не люблю в музыке абсолютно. И опять эту дрянь пихают. И опять заставляют, блин, мелких, мелких, опять же, мелким постоянно достается вот это вот. Бич босс. Ну, зачем, опять же. Но поскольку бич босс нельзя говорить, бич особенно, то они рич, рич. То есть там в оригинале появится I'm a bitch, I'm a boss. А тут они появятся I'm a rich, I'm a boss. Ну, опять же, не нравится вам слова в песне. Не берите его нафиг. Берите что-нибудь другое. Хватит издеваться над моими ушами. Над ушами всех слушателей. Ну, это не подходит к кип-попу. Нельзя такое-то опихать. Вот, ладно. Окей. Опять же, в песне Мани, которая Лиза мне так не понравилась, там хотя бы местами есть мелодия, местами даже красивая. А здесь ни хрена. Вот. Тем не менее, в итоге у старшие со своей песней с Mike Drop А, нет. Наоборот, да. Старшие с песней Mike Drop проиграли. Вот. Младшие Да, все правильно. Нет, стоп. Все, вспоминаю. Старшие выиграли у младших. Выиграли. Вполне себе. А младшие под конец, когда они пели эту песню, начали прям явно задыхаться, поэтому у них, к сожалению, как-то впечатление это смазывалось. Ну, не хватает. Они мелкие. У них дыхалки еще не хватает. Явно у взрослых. Они в этом плане поопытнее. Все хорошо. Вот. И после этого у старших было преимущество суммарно 200 очков. То есть, они там на 40 отставали. Вот. А, на 40 наоборот опережали. И, соответственно, блин, я ничего не путаю. Да. Нет, стоп. Стоп. Короче, они выиграли столько, что стали опережать младшеньких на 200 очков. Вот. Это я помню. Я там настолько не следил за цифрами, но тем не менее, 200 очков было. И все такие, окей, хорошо. В принципе, 200 очков это не очень много. Можно и выиграть. И потом было соревнование вот этих универсалов. Двух дичонок универсалов. И одна девочка, второклассница ее выбрали. Она с Лиза Мани, а вторая девчонка с Next Level от господи, Эспы. Несмотря на то, что мне эти обе песни не очень зашли, я должен признать, что, по крайней мере, здесь девчонка, которая выступала с Next Level, она лучше справилась. То есть, она казалась увереннее, она казалась более четкой, она лучше станцевала. На мой взгляд, она и лучше спела. То есть, у нее было все хорошо, прям все замечательно. Я подумал, что все, теперь-то старшие точно уже выиграют, потому что здесь, ну, либо им дадут мячью, либо маленький разрыв в сторону младшей, маленький, маленький, маленький. В любом случае, при таком исполнении и та тоже хорошо исполнила. То есть, вопросов нет. На мой взгляд, чуть похуже, но именно, что чуть-чуть. То есть, плюс-минус поровну все было. Но случился вот этот поворот. И после того, как объединить результат, оказалось, что у всех по 2000 очков. И тут я сказал, черт возьми, это просто банально подстроено. Это банально подстроено. Вот так вот, один в один, прям тютелька в тютелька, я в это просто не верю от слова вообще. Объясню в частности, почему. Во-первых, ну, редко, когда бывают такие сопадения, но бывают все-таки. И там 2000, и там 2000. Но то, что именно ровно 200, ровно именно 200 очков выиграли малашеньки, я в это не сильно верю. Но фокус в том, что здесь победившая группа, победившая коллаборант, не коллаборация, скажем так, должна была получить оставшиеся 4 места в финальной группе. А проигравшая должна была потерять 6 человек. То есть, они изначально поставили достаточно идиотские и не очень правильные условия. и смотреть, какая штука была. До этого замечательного соревнования в финальной группе уже завоевали себе место первое, господи, первый класс, третий класс и четвертый класс. И смотрите, что получилось бы, если бы победила вот эта вот коллаборация старшеньких. Получилось бы, что в финальной группе было бы одно место у первого класса, три места у третьего класса и три места у четвертого класса. Во-первых, второй класс нафиг пролетает. Во-вторых, из первого класса остается только одна девчонка. Ну, то есть, все остальные сильно ее старше. То есть, одна девочка на 13 лет, ну, скорее всего, это Боин была бы. Я предполагаю, по крайней мере, судя по остальным голосованиям и так далее. Это была Боин. Да, она из них наиболее взросло выглядит. Но, черт побери, ей 14 будет в феврале. Когда они дебютируют, все равно ей будет 14. Остальным там, по-моему, 16-17 и старше. То есть, остальных уже можно, условно говоря, секси-концент. Остальных уже можно, условно говоря, в... По-моему, там, после 21, да, выступать, что-то там вроде. После 21 часа я имею в виду, там, какие-то правила, по-моему, с детским трудом, да, имеются в Корее, в Южной. Вот. А это нельзя. Одна девчонка самая маленькая. И они такие, типа, о, господи, что мы придумали? Мы придумали какую-то хрень. Давайте срочно исправлять. Ничего умнее, чем вот это они не придумали. И они просто, на мой взгляд, подкрутили голоса. И... Ну, это несложно сделать, сами понимаете. Там всего на 20 человек... Э, всякое бывает. Никто же не будет проверять, верно? И получилось 2000 на 2000. Они пошли такие, типа, соревноваться, советоваться точнее. Я не исключаю, что судьи, например, действительно про это ничего не знаю. Хотя, удивление, некоторые судьи мне показалось наигранным, но я могу ошибаться. Тут я как раз не буду ни за кого ничего говорить. Вот. Они пошли совещаться. И что они придумали? Придумали они, что в итоге из каждой, скажем так, короче, каждое из классов получит по одному месту в финальной группе. То есть, что более-менее уровно, более-менее уровно весило этот самый, как его финальный, финальную линейку. И в итоге получилось как? У первого класса два места, у третьего три места, два места, у четвертого два места. Опять же, у второго несчастного класса одно место. Ну, тут ничего не поделать. Один класс обязательно остался бы в накладе. Да. Либо один бы сильно втопил, например, у него четыре места, и у остальных классов по одному месту. Либо у всех более-менее порвано по два, у одного одно место. То есть, тут никак иначе по-другому быть нельзя. Почему не придумали группу из восьми мест? Я тоже понять не могу. Я пытаюсь придумать, почему, и не понимаю. Почему не придумали было изначально, что на то пошли два места, первый класс, два места, второй класс, два места, третий класс, два места, четвертый класс. И делают четыре, условно говоря, независимых соревнований. Зачем было вот эту всю канитель придумывать? А, что потом просто яростно подкручивать? Вот. В итоге решили, что... Да, и получилось бы, если бы вот до этой подкрутки, что второклассницы вообще не попадут, хотя при этом девчонки там бы остались. То есть, понимаете, девчонки участвуют в шоу, из них как бы никто не вылетел, по их же правилам, ну, не вылетели бы, да? А в группе их не будет, нет смысла соревноваться. Поэтому я уверен на 99,9% что это все подстроено. Очень хреново криво подстроено. Это попытка исправить свои собственные старые факапы. В принципе, кривой, косой концепт. На мой взгляд, он кривой, косой все-таки. Местами очень кривой, местами очень косой. Забавный, необычный, но кривой и косой. И вот так и не сделали. Окей, что с этого было не начать, повторюсь, не очень понятно. Почему не сделать там 8 мест в группе финальной. Вот. И да, вылетело несколько хороших девчонок. Это было очень печальненько, но тем не менее. Вот. И начались следующие битвы. Следующие битвы уже... Это было начало, именно в 8-м эпизоде. Там уже в каждом классе начались все. Финальная линейка распределена. Какой класс, сколько мест займет в финальной группе. И теперь в каждом классе внутри начинаются, типа, ну, не в клоке, но битва за, собственно говоря, хорошие места. Поэтому берут, опять же, для каждого класса в этом соревновании, берут 2 песни. Девчонки выбирают, какую песню им больше нравится. Исполняют ее. Первую песню сначала одна часть девчонок из одного класса, повторюсь. Потом вторую, другая сразу же перетекает. Потом они вместе танцуют. Подходит dance break, да. Ну, такой микс получается с двух песен. Этим обычный СМ занимается. Но вот тут решили эти товарищи. Почему бы и нет. Вот. Значит, показались сначала третий класс. Там была twice лайки и, в общем-то, хип от Mamamoo. То есть, по-моему, выбор и тот, и другой замечательный. И лайки замечательная песня. И Mamamoo и хип тоже хорошая песня у Mamamoo. И, в общем-то, на самом деле, то и другое смотрелось очень хорошо. Но, на мой взгляд, хип девчонки выступили более мощно. Как бы, там просто, по-моему, как раз поменяли одну девочку. Сказали, вот, ты хочешь хип? Нет, ты не будешь хип исполнять. Ты больше подойдешь на место в лайки. А девчонка не хотела лайки. Ей этот концепт был не по себе. И, в итоге, ее фактически заставили. Она отказывалась. Такая, не хочу, не хочу, не хочу. Она становится такая, нет, ты сможешь, ты талантлива, ты все точно сможешь. Ну, и, в итоге, лайки, по-моему, там по местам, конечно, распределили. Первое место она не заняла, к сожалению. Хотя, в принципе, шансы, пожалуй, были. Лучше всех выступила Чо Юн Джун. Я за ней, опять же, слежу уже какое-то время. Ну, во время этих выступлений, разумеется, не где-то там отдельно. И мне она кажется претендентом, я явным просто, на финальную группу. Она классная, красивая, она очень танцует хорошо, она поет замечательно. Она не идеальная. Иногда она может там не то чтобы укоректно спеть слабее, чем есть, но в большинстве случаев она прям очень-очень хороша. И в хиппи она была просто прекрасна. Она была уверена в себе, она там мило улыбалась, красиво танцевала. То есть вообще это был ее концепт полностью. Она ее идеально вытянула. Все, все, молодец. Супер, девчонка. Вот. И там, в принципе, по фанкаму было видно, что она наиболее популярна из третьего класса. Ну, по крайней мере, в интернете, да, как минимум. И... на ютюбе, скажем так. Ее фанкам, он ее в три... почти в три раза больше, чем у всех странных участников, собственно говоря, этого... этого группы, да, из двух песен. Значит, после этого начался девятый эпизод. И в девятый эпизод в какой-то момент я начал думать, что, блин, это финальный эпизод. Ну, сейчас давайте до этого отойдем. Там, значит, потом первый класс выступал. И там... Сначала... Там были две песни. Why Not от Loon. И High Like Z от Blackpink. Соответственно, с Why Not все нормально. Девчонки распределили. Себе взяли эту песню. Распределили партии. Все хорошо. А с High Like Z получилась драма. Потому что одна из девочек, она как-то так проспределяла песни, что слова, что ей досталось... Ей еще одной девчонке досталось по 35 секунд. Еще одной девочке досталось 22 секунды. А вот Boy In досталось 16 или там 13, по-моему, даже 13 секунд. Самая популярная для девочки. И из них... Ну, она на мой взгляд самая талантливая. Но если считать, что, допустим, не только тот, который я распределял, она тоже талантливая. Она не такая красивая, но она тоже талантливая, хорошо поет. Но вот здесь то ли ее за злоредактили, да, как это любят делать каналы. Эти вроде стараются обычно не злоредактики. Тут получилось то, что, да, она прям немножко подоборзела и просто себе захапала, и подружки, видимо, не знаю, захапала большую часть линии. Причем там чуть ли не в три раза больше, чем, например, Boyin. А Boyin — это ее главная конкурентка. Ну, то есть, она лично озвучивала, что и так мы решили, что у меня 35, у тебя 35, у тебя 22, у тебя Boyin 13. Возможно, опять же, не так перевели. Возможно, этому предшествовало что-то еще. Возможно, еще какая-то фигня. Я не знаю. Опять же, может, злоредактура, может, она действительно такая. Не знаю, сложно сказать. Девочке, опять же, 13 лет, и злоредакте, конечно, не очень правильно. Посмотрим, скажет ли кто-нибудь канал. Вот. Или он скажет, извини, так все и было. Мы не виноваты, вот вам полная версия. Конечно, так они сделают. Ну, вот, и в итоге, когда они выступали перед учителями, учителя с этого распределения офигели, они сказали, давайте этот кусок возьмет Boyin. И Boyin себе взяла какой-то кусок и получила, что у нее, как раз той девчонки, получила, что у нее там тоже 20 копейками в секунду, это уже гораздо более меняемо было. Вот. И если, опять же, посмотреть по фанкамам, то фанкам, вот у Boyin было 18 тысяч просмотров, она, опять же, и всех девчонок в первом классе была наиболее просматриваемой на YouTube. Опять же, неудивительно. Значит, потом четвертый класс был, там было две песни, G-Friend такая, про Moonlight, нежная, спокойная, нормальная. Вот. И Idol O-O. Значит, там девчонки сами распределились, иногда неожиданно распределились. Например, одна девчонка, она себе захотела вместо O-O, которая бы ей подошла на мой взгляд лучше, она взяла вот песню G-Friend. И этому сильно удивлялся Сайон, потому что сказала, я искренне думала, что ты возьмешь O-O. Ты не хочешь поменять? И вот, опять же, я очень люблю Сайон, особенно в данном шоу, потому что она либо что-нибудь говорит иногда, либо плохо скрывает свои эмоции, а мне это нравится. Не просто эмоции, когда она там расстроена за девчонок, а эмоции, когда она чем-то недовольна. У нее прям по лицу видно, так типа, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ девчонкам было не на руку абсолютно. А тут Сайон сказала, окей, ты, конечно, я все-таки считаю, что тебе этот концепт подойдет лучше, и, на мой взгляд, Сайон в итоге была права, но это твой фактически шанс попасть в финальную группу или, наоборот, вылететь, да, поэтому я тебе здесь мешать не буду, более того, выбор песни правильный, тоже твое, не знаю, твоя способность, твой, не знаю, твоя способность, хорошо, скажем так, как певца, как исполнителя, как айдол, вот, поэтому, если ты выбрала неправильно, это твои проблемы, если ты выбрала правильно, окей, значит, я не права, вот, и она не стала ей ничего указывать, та сама исполнила, они сперестанцевали, на мой взгляд, эта девочка смотрелась в, как его, господи, в G-Friend, не самым лучшим образом, ну, то есть, нормально, но похуже всех остальных, по крайней мере, некоторых, а вот в ООО все были прямо на своем месте, это было зажигательно, было очень круто, прям вообще замечательно, и там, в общем-то, как раз больше всех отожгла Чевон, которая ООО выбрала, и у нее там, по-моему, фанкам 57 тысяч, при том, что вот только что он вышел, то есть, вот только-только-только, 57 тысяч просмотров уже, это очень хорошо, она всех опять же обошла, она перед остальными все классы обошла с большим разрывом, скажем так, и своих соучастниц по команде по классу обошла, вот, и последнее выступление, это был второй класс, там от Your Generations, Объюнита, TTS, по-моему, Твинкл песня, и господи, Баттер от BTS, окей, Баттер так Баттер, соответственно, лучше всех отожгла Джимин, Джимин, опять же, там просто вокал выдавала, как боженька, она в Твинкл выступала, а, например, в том же Баттер, там особо ничего такого, на мой взгляд, не показать, она такая расслабляющая, спокойная, милая песня, а в Твинкл, несмотря на то, что это тоже небольшой восторг такого жанра, но там можно прям так, как спеть, от души спеть, вот, и вот она Джимин спела от души, и фанкам, опять же, у нее был лучше, и все хорошо, вот, потом, соответственно, после того, как все выступили, стали объявлять, кто из девчонок попадает в финальную группу, и тут такой, че, заканчивается, что ли? Сначала просто про все говорили, вот, потенциально первое-второе место, а там, да, первое-второе место уже распределили, но это распределили места, соответственно, в каждой группе, в каждом классе, в каждом классе, там, с первого по восьмой, по седьмой и так далее. Значит, первые два места в тех классах, которым, действительно, два места в финальной группе досталось, подразумевалось, что вот эти девчонки могут попасть в финальную группу, а вот все остальные могут вылететь, и когда они сказали, все, теперь мы начинаем набирать финальный состав группы, я такой, че, все, что ли, это последний эпизод, как-то даже торжественности мало, как-то они быстро разобрались, в принципе, наверное, молодцы, они реально практически не делают, скажем так, пауз и не рассказывают, как девчонки там мило сражаются подушками, где-нибудь там лопают что-то и так далее, иногда маленькие рекламные ставки, то есть они, в принципе, без особых вот мучений, каждый эпизод длится полтора часа, и они такой, за девять эпизодов все дошли до финала, но как-то это очень странно, начали объявлять группы, и, в принципе, с финальным составом группы я более-менее был согласен, ну, за заключением там двух человек, по-моему, значит, кого-то мы объявили, там, потому что сначала, да, сначала распределили по голосам, которые вот прям он-сайт, ну, на месте, да, присутствующие зрители голосовали, а потом это считается как 40%, а потом за 60% вес берется голоса в онлайне, вот, то есть сколько там в онлайне проголосовало, голосование там длилось уже неделю, две или три, типа того, опять же, распределение странное, но вы либо берите, вот, решайте чисто судей, либо на месте, либо вот онлайн, тут какой-то микс странный, непонятный, вроде девчонка лучше всех там выступает, там всех рвет, а потом приходит онлайн и говорит, нет, ты не катишь, кати другая, это всегда меня несколько вымораживает, если сразу же это онлайн голосование, и ты понимаешь, что тебе нужно, например, работать на публику, ну, хорошо, работай на публику, а тут ни то, ни другое, что-то странное, в общем, окей, возможно, они пытались соблюсти баланс, баланс, на мой взгляд, соблюден полностью не был, ну, да ладно, значит, там в первого класса, разумеется, моментально, само собой, Пак Боин, Боин, повторюсь, суперняша, вызывает, наверняка, у многих людей смешанные чувства, смешанные, типа, как мне относиться к взрослой или как к маленькой, красивая, но мелкая, и глаза забегали, вот, тем не менее, она в группе должна быть, раз уж у них такая смиксованная группа, а вот, на втором месте Ким Сон Ю попала, она, опять же, норм, она талантливая, действительно, та самая девочка, которая, насколько я помню, была слегка, типа, если ее злоредактили, борзоватая, хотя, на самом деле, может быть, это не так, на мой взгляд, лучше бы попала Ким Субин, та самая смешная девочка, но она, я почти уверен, не попадет, повторюсь, она просто тупо не подходит по концепту, ну, совсем не подходит, то, что она, в принципе, до сих пор еще сдержалась, не вылетела, это очень круто, вот, или Сын Джу, да, все правильно, она больше подходит, ну, ладно, окей, и Сон Ю тоже подойдет, это у меня здесь особых вопросов не было, со второго класса Ким Ривон попала, окей, почему нет, вот, с третьего класса сначала попала Ким Юн Со, это абсолютно справедливо, я считаю, да, ей, она вполне себе достойна попасть в группу, потом попала Ким Хён Хи, она тоже хорошая, талантливая, но проблема в том, что Чо Ю Джим не попала, и тут я думал, что реально, что это финальная группа, я прям подрастроился, потому что, ну, блин, она стояла такая расстроенная вся из себя, типа, как же так, я вроде вот прямо здесь, вон, Сай, всегда ее выигрывала, а тут ты опять проиграла, и какой кошмар, как-то все несправедливо, вот, и вот это мою недовольство, скажем так, а потом в четвертом классе, соответственно, Чион одно место, первое место заняла, или второе, я не помню, по-моему, первое все-таки, и это абсолютно справедливо, она талантливая, крутая, классная, я про это уже говорил, все супер, с ней вопросов нет, а еще одно место заняла, разумеется, Юньон, Юньон, простите, и она очень сильно прокачалась, вопросов нет, она реально сейчас гораздо лучше поет, чем раньше, танцует вообще хорошо, прям местами, просто не заметить разницу между ней и другими девчонками, и она попала на место, потому что она очень популярная, потому что она очень красивая, ну, на мой взгляд, просто красивая, не прям вот божественно красивая, но красивая, реально красивая девочка, вопросов нет, и вполне себе нормальная, и она Она талантливее, чем, скажем так, многие участницы, даже оставшиеся, еще не вылетевшие. Вот на этот момент, на момент девятого эпизода, она талантливее некоторых, скажем так. Но и талантливее многих участниц других шоу. Но здесь она вот в финальной группе, она откровенно всем уступает. Ее фактически явно закастили в эту финальную группу онлайн зрителей, которые на это смотрят, которые кажутся, о, она клевая, красивая, она еще прокачивается вроде бы. Давайте за нее проголосуем. Там было абсолютно бесподобное лицо Сайон, которая, причем, сама ее взяла в надежде на то, что она прокачается. Она прокачалась, но на последней репетиции она сказала, ты, подруга, конечно, молодец, ты сильно похорошела, но нужно делать так, чтобы тебе не говорили, ты прокачалась. Нужно говорить так, что ты хороша. Пока ты не хороша, вот настолько, насколько мне хочется, но тем не менее молодец. И когда, значит, объявили, что она впадает, типа, в финальную группу, у Сайон было лицо такое, типа, мужики в онлайне, что с вас взять? Конечно, проголосуйте за красивую девочку. Ну, или женщины в онлайне, суть важна. Тут, я думаю, многие голосовали по этому принципу. Ну, а так что, вот так. Эти девчонок взяли после этого, а после этого говорят, а сейчас мы назовем тех, кого мы выгоним из шоу. Это будет делать человек. Я такой, если вы уже сформировали финальную группу, нафига называть того, кто вылетел? По факту вылетели все остальные. Но да, то ли я неправильно следил, то ли они реально очень криво это объясняли. Возможно, опять же, неправильно следил. У меня не один, я смотрел с девушкой, она тоже ничего не поняла в этот момент. В итоге, да, это, разумеется, не финальная группа. Это сейчас, это примерно как продюс-кемпинг. Там-то было, по-моему, чуть ли не во втором или третьем эпизоде. Может быть, даже первым, не помню. Там сразу же сформировали группу и сказали, вот теперь все остальные будут соревноваться за места в этой группе. Здесь просто они сделали это настолько поздно, что я и не думал, что это не финал. Они еще постоянно, финальная группа, финальная группа, финальная группа. Господи, боже мой. Вот, и сказали, что нет, 9 девчонок сейчас выгонят. И, в частности, несколько хороших, очень классных девчонок выгнали. Но, хорошо, не выгнали, исключили. Но исключили, в частности, Лиджион, исключили. Это та самая девчонка, которая там в первых эпизодах ее взяли вместо другой более талантливой. И она за все это время себя толку не проявила. Она высокая, у нее модельная внешность в том плане, что можно из нее при желании сделать, кого хочешь, да, это, по ее моделях, ценится. Я не ценю в моделях, но, окей, это, как бы, возможно, моделирам виднее. И она просто себя особо никак не проявила. То есть, ну, никак. За нее все еще голосовали, голосовали, голосовали. Вот, наконец-то, ее исключили. Я такой, слава богу, потому что она реально, до этого ушла гораздо больше талантливых девчонок, как она. Вот. И ушла, собственно говоря, Сон Ерим. Чему я тоже, честно говоря, рад. При том, что здесь она, я должен признаться, что она меня за эти 9 эпизодов, на самом деле, как я опасался, не бесила. То есть, она поначалу показалась у той самой форсированной души компании, которая будет повсюду лезть, говорится, без масла, и повсюду, типа, шутить, показывать, какая она веселая, какая она тау, жизнерадостная и так далее. Душа компании и так далее. Нет, она так не делала, на самом деле. Она себя была достаточно спокойно и скромно. К этому у меня вопросов нет. Тут я расслабился, поэтому у меня к ней никого абсолютного хейта. Мне написали в прошлых роликах, типа, зачем так откровенно хейтить девушку? Ну, во-первых, я повторюсь, мне первые эпизоды с ней не понравились абсолютно. А во-вторых, вы что ни говорите, как ни крутите, но она очень плохо танцует. То есть, у нее она знает движения, их может выучить. Но когда она стоит рядом с там 8-7, не суть важно, красивыми, стройными, стройными, да, я скажу это откровенно, девчонками, то танцы выглядят плохо. Прямо катастрофически плохо, особенно, а в хореографии много сексуальных движений, особенно сексуальные движения. Ну, просто местами я не мог сдержать смех, настолько это глепо выглядело. И как они не стараются заучить какие-то движения, как они не стараются, не знаю, там, как-то пытаться казаться, чтобы движения казались плавными и сексуальными, это не получается физически. И просто нужно работать над собой. Не только в плане хореографии и заучивания хореографии, но и в плане там плавности движения, в плане, повторюсь, сбрасывания веса. Без этого никак. Ее здесь пытались создатели шоу хоть как-то немножечко вот, чтобы она не так сильно выделялась. Например, в последнем выступлении она даже нормально спела. До этого она и пела плохо, от предыдущих этих самых очень посредственно. В этот раз она спела более-менее, даже немножко жалко, что именно сейчас ее исключили, хотя она хотя бы спела нормально. Ну вот, но у всех были более-менее открытые какие-то костюмы, какие-то платьицы и так далее. Ну, не сильно открыты, умеренно открыты. А ее сделали закрытые и чуть ли, по-моему, не корсет сделали. И там к талию сильно заузили. То есть, ну, очевидно, для того, чтобы она выглядела нормально, более-менее на фоне своих коллег по классу. Вот, в итоге, ей исключили, исключили его последний. И, опять же, я рад, потому что ей мне достанется меньше хейта от таких, не знаю, людей, как я. Я ее не хечу, повторюсь. Мне как бы и девчонка, и девчонка, возможно, прекрасный человек. И, повторюсь, она меня, слава богу, не бесила, как я это думал. Она нормальная, судя по всему, по поведению. В конце она стояла такая, типа, когда меня уже выглянет, в конце концов. Она прекрасно понимала, что ей здесь не сдержаться. До того, как она над собой не поработает, а ей над собой, повторюсь, надо работать. Ей не сдержаться никак. У нее ничего не получится с группами. Ничего не получится с группами, повторюсь. Это надо исправлять. Извините. Нелегкая припухость, а вполне себе уже, как бы, что-то опасное потенциально для здоровья. Потому что, если Даша будет продолжаться, у нее сразу же могут пойти проблемы с сердцем, с дыхалкой, с третьим, десятым и так далее. Вот это лишний вес, повторюсь, это не просто какой-то выбор человека в том плане. Я себя считаю так красивой. Ко всему прочему, это еще и удар по здоровью всегда. Абсолютно. Без исключения. Если у вас лишний вес, то вы себя лишаете годов жизни, лишаете качества этой жизни и т.д. и т.п. Если вы, соответственно, наоборот, при росте, к примеру, 190 сантиметров, весите 60 килограмм, вы тоже себя лишаете очень много всего. Тоже у вас сразу же потенциально проблемы с желудком, с пищеварением, возможно, с сердцем и т.д. и т.п. С кучей всего. На этом хватит. Осталось 21 девчонка. И сейчас объявили, что те, кто попали в группу, те, которые не попали в финальную группу, они на протяжении остальных четырех эпизодов, видимо, или трех эпизодов, будут пытаться выбить тех, кто попали с этого места. То есть это похоже чем-то на концерт. Ну, во-первых, продюсс Кэмп 2020, во-вторых, не чем-то на 16, там, где были мейджер, собственно говоря, шоу и майнер. И мейджер подозревал, что вот это будет финальная группа, а майнер пытались их постоянно в каких-то там битвах выбить. Окей, и периодически девчонок исключали. Так что, да, концепция тоже такая похожая чем-то. Вот, и здесь, соответственно, сначала... Тоже странно сделали, но ладно. Сначала сделали так. Семерых девчонок, которые уже типа в группе, значит, их расставили по местам, по специальным, и остальным сказали, выбирайте, с кем вы хотите забаттлиться один на один. И, соответственно, будет шанс у вас эту девчонку выбить из своего места в группе. Вот, выбирайте. Там, соответственно, выбирали девчонки явно тех, кого... Ну, оставшиеся 14. Тех, кого они надеются победить. И, в общем-то, там у двух девчонок было очень много претендентов. А заодно даже обидно. Она достаточно нормальная, достаточно сильная. А к бой не подошел никто. То есть, все ее опасаются. Откровенно. Что, в принципе, еще к этому девчонке никто не подошел. Ладно, нормально, бывает. Потом, соответственно, объявили, что вот какая... Каждая из девчонок, которая в группе, она выбрала себе песню, с которой она будет баттлиться. И после этого сказали, а передумать не хотите? И остальные многие девчонки сказали, окей, я передумала. Тоже распределялись. Там уже распределение получилось более-менее таким меняемым. А после этого сказали еще раз, но каждая из участниц группы будет баттлиться не больше, чем с двумя другими девчонками. Поэтому, сорян, перераспределяем снова. И перераспределили опять так, чтобы с каждой было по два человека. Опять же, непонятно, что было не сделать сразу, видимо, явно ради шоу, но как хотите. Вот, как-то так. В общем, на самом деле, это действительно интересно. Это интересное шоу, местами абсолютно абсурдное вот по своим распределениям. Местами, на мой взгляд, с подкрученной системой. Там не то, чтобы топят за какую-то девчонку, а вот именно топят за то, чтобы в итоге было более-менее равномерное распределение голосов. Но это ненормально, потому что, ну, извините, вы не можете заранее предсказать, будет ли у вас равномерное распределение. То есть, очевидно, за тот же 3-4 класс голосовали гораздо активнее, чем за 1-2. По понятным причинам. Потому что они более взрослые девушки, они вроде как людям, кажется, больше подойдут на финальную группу. Ну, извините, вообще с ними ничего не поделайте. Поэтому говорю, про это нужно было думать раньше. Ну, да ладно. Не подумали, не подумали. Бог с ними. Вот. На этом все. Единственное, что осталось сказать, что, собственно говоря, вот канал NBC, он уже объявил. Во-первых, там сказали, какая будет дебютная песня. Surprise, по-моему, называется. Или преддебютная, не суть важна. И они уже объявили, что они подписали контракт с Universal. Собственно говоря, Universal... Да, Music все правильно. Universal Music. И именно Universal Music будет презентовать, представлять их, в общем-то, в Японии. Пока только в Японии. Вот. Окей. Неплохо. Молодцы. В принципе, компания вроде как достаточно крупная. Все? Пожалуй. Вот. Пожалуй, все. Да, тут прочитал еще, что Universal Music в Японии представляла Girl Generation и Кару. Неплохо вроде представляла. Так что нормально. Все, товарищи, пишите свои мысли по поводу всего, что я сказал. Спасибо большое за то, что вы прослушали. Эту долгую, длиннющую речь. Надеюсь, вы ее как-то вытерпели. Я скоро, не скоро, а уже возвращаюсь к реакциям. Продолжаю фигачить. Но сначала должен был вот это записать, потому что все-таки я задержался. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok